Мы приехали к молодой девушке в мастерскую и увидели много кистей, мольбертов, утюгов, телефонов, книг и старых часов. Дух начала 20 века. Время футуризма. Человек не может не соответствовать своему времени. То есть даже если у меня есть какой-то диалог с футуризмом, все равно видно, что это современная работа. И потом у меня нет цели делать что-то под футуристов. Может быть я в прошлом была блокадницей, возможно. Я очень люблю черствый черный хлеб. Я думаю, что это настоящий футуризм. Мне кажется, что у меня видно, что это не 20-е годы, а что это 2009 год. Между прочим, мастерская Викин находится в одном из зданий городка художников в Москве. В свое время здесь творили авторы разных направлений. Баталист, автор панорам, Митрофан Греков. Виртуоз-график Владимир Фаворский. Александр Дайнека. И портретист Николай Соломин. Мастер плоскостного натюрморта Давид Штеренберг. И универсальный художник, историк искусств, писатель и архитектор Игорь Горобарь. И многие другие замечательные. Здесь дух очень приятный. Вот этот дом мне очень нравится. Я уже третью мастерскую здесь снимаю. А мне отсюда уезжать не хочется. Мне не нравятся новые вещи, потому что у них нет истории. Вот старая вещь, да, ее берешь в руки. У нее уже что-то, у нее уже есть какой-то пласт. Началось все с керосиновой лампы, которую я купила на блошином рынке. Я ее нарисовала на нотах. Ноты тоже очень классная вещь. Потом у меня был человек-счетчик. Вот эти вот пробки, они воспринимаются как глаза. Глаза совершенно разные. Еще был вот этот чайник, критика современной буржуазной эстетики. Я ее просто взяла и за пять минут нарисовала вещь, которая вот хоп, и получилось, и вышла. Я иногда покупаю фотографии старинные на блошином рынке. И я понимаю, что это продает какой-то человек, уже какой-то десятый посредник. И что никто из родственников уже этих людей не помнит. То есть они уже забыты, эти люди. Тогда я решила сделать корабль с людьми, которые уплывают из нашей памяти. Дым, он сделан из писем людей на разных языках. Это разные письма, телеграммы. В основном это просто какие-то старые обложки найденные. И, в общем-то, ценности они особо не имеют. Они для меня имеют только вот ценность как фактуру. Мы решили не отказывать себе в удовольствии и покопаться в старых чемоданах Вики, в которых хранятся тысячи старых писем и документов прошлых лет. Это обычная школьная тетрадка, купленная мной в Португалии, годов 50-х примерно. Вот здесь какие-то сочинения. Я португальского не знаю, поэтому не могу сказать о чем это. Но просто мне понравилась каллиграфия, фактура. Это из Италии привезено. Это итальянские ноуты. И очень интересно сравнивать ноуты разных лет. Сейчас они гораздо проще. Вот это вот из Лиссабона тоже документы. Тут такие замечательные совершенно марки. Вот эта вещь называется отпуск в октябре. Мне очень нравится приезжать на море. Осенью тут никого, народу. И очень интересно можно вещью видеть. Происходит это все в Крыму. И вещь эта называется дорогая. Это не то, что ты думаешь. Это обычные такие человечки, которые показывают, какую одежду, какие платья нужно сшить. Вырезала, и они зажили своей жизнью. Вот они, как ни странно, могут любить, ревновать. Я очень люблю всякие технические вещи. Очень люблю корабли, очень люблю самолеты. Те же самые коллажи, только они в двухмерном пространстве сделаны. Не в трехмерном. То есть это графика. Эта вещь у меня в работе. Родители мы приезжали в Крым. И так много людей лежит на пляже, что ты не то, чтобы лечь, а тебе даже вот встать. Да, вот ты идешь вот так вот между людей. И я захотела сделать людей на пляже, чтобы вообще не было видно песка. Что вместо песка только вот их разные тряпочки, да, подстилки, на которых они лежат, полотенца. Эту вещь я написала после возвращения из Нью-Йорка, где я полгода жила. Мне очень нравится архитектура Нью-Йорка. И очень нравится сталкивать контрасты, которые там есть. То есть там есть такие очень конструктивные вещи и нарочито такие изысканные, барочные. И здесь вот у меня тоже элементы коллажа есть. Это китайский квартал в Нью-Йорке на Манхэттене. Давайте чай пить, а? Чай? Кофе?